МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии Евгения Даровская. В ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем о некоторых заметных событиях этого дня. Смотрите в выпуске. Второй пошел. Почему еще одну школу в Тюменцевском районе переводят в филиал? Мы-то думали школу ремонтировать, крышу чинить, а они, оказывается, ее просто реорганизовать. Незабыто в крае стартовали первые памятные мероприятия ко Дню Победы. Мы можем даже посмотреть боевой путь дивизии, да? Его информацию и информацию о награде. Ждем потомства. Заказник, территория закрыта, охота здесь не открывается. Где краснокнижные пеликаны обрели новый дом? В Тюменцевском районе еще одну школу переводят в статус филиал без согласия с населением. Жители села Черемшанка готовятся к суду и намерены добиваться отмены реорганизации. Объясняют это просто. Их мнение даже не спросили. А сегодня в Краевом суде состоялось заседание по делу другой школы, в Андроново. Там реорганизация уже прошла. Правда, тоже при весьма странных, по мнению жителей, обстоятельствах. Анастасия Дороган продолжит. Я не могу говорить, не надо. А что такое? У вас и вновь в школу ходит? Да нет, я всю жизнь прожил там. Вот чердила-то. И вам больно видеть, как в школу закрывают? Конечно. Ну а судей, суд, видно, что он как-то проникает в ситуацию? Нет. Нет. Нервы сдают у взрослых мужчин. Андроновцы дошли уже до Краевого суда, добиваясь отмены статуса филиала своей школы. Что реорганизация прошла при странных обстоятельствах, они выясняют спустя годы. О понижении статуса школы они узнали в 2015-м из-за тестата выпускников. К 2018-му году их убедили, что, оказывается, реорганизацию обсуждали на сходе села три года назад. Нам говорили, приехал ДИЦ, беседовать будет, что-то по школе. Мы-то думали школу ремонтировать, крышу чинить, а они, оказывается, ее просто реорганизовать. При этом на повестке дня этот вопрос не поднимался вообще? Нет, ничего не было известно. Еще больше люди удивились, когда решили проверить протокол таинственного собрания. Там прочли тему схода создания филиала и следили за мистикой с подписями. В июне месяце 2018 года запросили все-таки этот протокол, нам предоставили. Но предоставили совершенно не подписанный, это нельзя назвать протоколом. В октябре месяце мы снова запросили этот протокол, нам в итоге предоставили копию протокола, уже подписанную. Сегодня, кстати, в суде ходатайствовали еще раз о проведении вызовов свидетелей и проведении экспертизы протокола на срок давности, на то, что там подделаны подписи. Судьи отказали. Любопытно, но скоро начнется еще одно судебное дело. Вновь Тюменцевский район, на этот раз село Черемшанка. Мы узнали, что нашу школу реорганизовали путем присоединения к Тюменцевской средней школе, не оповестив нас и не поставив известность. Теперь мы боимся, что реорганизация приведет к закрытию нашей школы. Мы не боимся, она так и будет, повезут детей. Мы же задали вопрос, в чем вообще у вас, вы сэкономили? Заведующая, как была директор, она стала заведующая. Никакие ставки нет, они сократили. Для чего это делается? Узнали о создании филиала люди в этом году, а потом прочли документ, где реорганизация датируется 2017 годом. Жители уверены, что их мнения должны были учесть и искать правду будут в суде. Коллективный иск уже подписали 156 человек. Анастасия Драган, Андрей Печеркин. День с толком. А жительница Барнаула сегодня вышла к стенам правительства региона. Это был одиночный пикет с требованием дать жилье семьям, которые воспитывают детей инвалидов. По словам пикетчицы ее семьи, еще сотни таких, как она, отказывают в предоставлении бесплатного жилья. Ну, потому что они не относятся к категории малоимущих. Татьяна Кременная одна воспитывает двоих детей. Один из них инвалид. Сумма семейного дохода 28 тысяч рублей. Почти половина, говорит, уходит на съемное жилье. В получении квартиры отказывают, так как для того, чтобы семью признали малоимущей, доход на одного взрослого человека не должен превышать прожиточного минимума, то есть примерно 9 тысяч рублей. Отписки формальные, да, то есть на наши какие-то заявления. Есть даже решения судов, которые выигрывают родители, и все равно они не могут получить все равно. Мы вынуждены снимать жилье, мы вынуждены жить в каком-то непонятном ветхом жилье. И платить за это съемное жилье с пенсией ребенка. А эти деньги могли бы пойти на его развитие. К слову, женщина выражала не только свое несогласие, но и еще сотен семей, которые оказались в подобном положении. Интересное совпадение. Сегодня же стало известно о том, что бывшая чиновница краевого жилищного управления за махинации с жильем для сирот и инвалидов проведет за решеткой 6 лет. Суд вынес приговоры членам организованной группы, которую возглавляла бывший сотрудник Алтайского главстроя Татьяна Филатова, сообщает пресс-служба регионального следственного управления. В 2014 году Филатова организовала группу, в которую вовлекла двух риэлторов Александра Махалова и Романа Подъепольского. Служебное положение Филатовой открывало ей доступ к информации о предстоящих аукционах по приобретению жилья для детей-сирот и инвалидов. Данные злоумышленница передавала подельникам. И они подыскивали квартиры, стоимость которых оказывалась значительно ниже аукционной за счет неудовлетворительного состояния. Квартиры приобретали от имени краевой администрации, а разницу преступники распределяли между собой. За два года продали 75 квартир. Общий ущерб – более 16 миллионов рублей. Суд признал всех троих фигурантов виновными в мошенничестве. Филатова получила 6 лет, Махалов и Подъепольский – по 5,5 колонии общего режима. До 9 мая еще две недели, но подготовка уже началась. Сегодня в Краевом дворце молодежи в Барнауле торжественно открыли две патриотические акции «Вахта памяти» и «Георгиевская ленточка». Побывала там и наша съемочная группа о том, как готовиться к празднованию Великой Победы. В следующем сюжете. Ленточки, гвоздики, бойцы поисковых отрядов. В Краевом дворце молодежи открылись патриотические акции «Георгиевская ленточка» и «Вахта памяти». Последняя включает в себя много самых разных этапов. Акция очень многогранная. Помимо всего этого, акция подразумевает работу и в архивах, работу с экспонатами, которые привозят ребята. Это работа исследовательская. «Вахта памяти» – это, кроме прочего, круглогодичная работа поисковых отрядов. Положительно, пока наш поисковый отряд будет располагаться на территории Ленинградской области, Кировского района, там будет в августе этого года проходить международная военностерическая экспедиция «Олковский фронт». Артем ищет останки павших наравне с прочими отрядовцами. Сегодня в общественной приемной «Судьба солдата» он помогал людям узнать судьбу своих родственников, участников войны. Мы спросили про его собственных родных. «Скажи, может, какого-то твоего родственника мы можем здесь найти?» «Да, конечно. У меня есть прадедушка Кузьмин Иван Дементьевич. Можем даже посмотреть боевой путь дивизии, да, его информацию и информацию о награде». Кроме того, здесь прошел мастер-класс, потому как можно оформить георгиевскую ленточку канона, в принципе, никакого нет. Главное помнить, георгиевская ленточка – это никакое не украшение, это символ, поэтому носить ее лучше всего только на груди. На торжественном открытии почтили память павших и поблагодарили еще живых ветеранов Великой Отечественной. Вспомнили об ошибках фронтовых документов и о том, что в наши дни их начинают исправлять. «Это удивительно, но они вернулись живыми, но оказались увековечены, как погибшие и пропавшие без вести». Георгиевская ленточка и вахта памяти – это только первые акции ко Дню Победы. «Этот вечный огонь нам за вечной днём, мы в груди один». Андрей Дриер, Андрей Печоркин. День с толком. Завтра у малышей начнется своя победа. В Барнауле начинается зачисление в детские сады. Об этом сегодня объявили в городском комитете по образованию. По словам начальника отдела дошкольного образования комитета Ирины Синенко, к осени в детский сад попадут абсолютно все малыши старше трех лет. Среди них в очереди почти 4,5 тысячи детей. По словам Ирины Синенко, большая часть займет свободные места в первую волну зачислений, не вошедших в списки сейчас, то есть по месту жительства распределят в августе. Мы всем этим деткам обязательно предоставляем альтернативные места. Записаться на август месяц можно будет уже с завтрашнего числа здесь. То есть всем до одного, кто обратится старше трех лет деточке, всем до одного будут предложены места в дошкольных учреждениях. По словам Ирины Синенко, сложнее всего для этой возрастной категории ситуация с детскими садами обстоит в Первомайском микрорайоне, в районе горы, в центральном и индустриальном районах города. В последнем, кстати, сейчас строят сразу пять дошкольных учреждений. Их введут в эксплуатацию в начале следующего года. Для детей младше трех лет свободных ясельных мест чуть больше четырех тысяч. Этого хватит лишь половине желающих. Начальник отдела дошкольного образования заверила, что к осени должны закончить ремонт ясельных групп в четырех действующих садах. Чужих детей не бывает. Восьмилетнему Глебу из Шилоболихинского района требуется помощь. В ноябре прошлого года ребенку поставили страшный диагноз – опухоль мозга. Сейчас мальчик почти не может двигаться и говорить. Экстренная операция, химиотерапия и дальнейшие процедуры вызвали осложнение. Теперь питание возможно только через зонт. Суточная норма стоит полторы тысячи рублей. Конечно, хотелось бы, чтобы он полноценно мог вести образ жизни, что вот дальнейшее лечение нам нужно, чтобы питаться как положено, но не через зонт, как на сегодняшний момент он питается. Ну и мог как-то себя обслуживать, что самостоятельно, потому что он слышит, реагирует, как-то дети бегают, играют, а он себе не может этого позволить. Для того, чтобы вернуть ребенка к нормальной жизни, необходимо подобрать препараты, пока организм их не принимает. Совсем скоро Глебу проведут еще один курс химиотерапии, после чего определится дальнейшее лечение. Но продолжать его очень дорого для семьи. Мы просим телезрителей помочь спасти Глеба и перевести любую сумму на номер банковской карты, которая сейчас на ваших экранах. Ну а мы продолжаем. Курортный сбор привел к оттоку желающих отдыхать на Алтае, а у сельского туризма слабая поддержка. Эти и другие болевые точки обсуждали сегодня на международном форуме «Визит Алтае» представители сферы туризма с главой региона Виктором Томенко. О проблемах и перспективах отрасли Валентина Аскерова. Лечебно-оздоровительный, гастрономический, сельский и экскурсионно-познавательный в Алтайском крае представлен отдых на любой вкус. Ежегодно в регион приезжают миллионы людей из разных частей страны и даже зарубежья. В особом почете, конечно, Белокуриха. Она собирает 240 тысяч человек в год. Этого недостаточно, считает руководство курорта. Нарастить турпоток нужно в два раза. Ну что делать, чтобы хотя бы на стол не пить? Что надо делать? Вот нам все мы здесь собрались, начиная с меня. Белокуриха. Что надо? Закончить тот проект, который есть? Инфраструктуру, да. То есть и инвесторы, которые есть, они не начинают строить. Ну, вы понимаете, в наших предприятиях основной инвестор ягод. Мы вложили больше миллиардов. Мы и больше удачных нас. Те, кого мы догласили, кто уже покупает зиму, они и все это продают. Строительство Белокуриха-2 началось 7 лет назад и до сих пор продолжается. Туристы с нетерпением ждут окончания работ, потому что отдыхать здесь еще проблематично. Инфраструктура не развита, но, как заверил губернатор Виктор Томенко, вопрос с Белокурихой-2 решится в ближайшее время. Государственные структуры и федеральный бюджет, и краевой свои средства вложили. Там что-то осталось нам доделать, но в этом сезоне доделать. На форуме активно обсуждался и курортный сбор, который в этом году вырос с 30 до 50 рублей. Повышение, по словам представителей турбизнеса, вызвал сильный отток туристов. Уже 152 случаи, когда люди отказываются платить курортный сбор. Рост курортного сбора не своевременный, поэтому мы рассмотрели этот вопрос на очередной сессии городского совета депутатов и приняли решение все-таки снизить ее в будущем году до 30 рублей, вернуться к этой планке, та, которая была. Не оправдал пока надежды сельский туризм. Сейчас в районах края больше 170 гостевых домов. В красивых проспектах возможностей для времяпровождения масса. Хочешь сплавляйся, хочешь летай на параплане, хочешь дай корову. Но доехать до таких развлечений удовольствие сомнительное. Сотни километров алтайского бездорожья, а краевого финансирования мало. Несмотря ни на что, по прогнозам специалистов, туристический поток будет не меньше, а может быть, если все-таки достроят Белокуриху-2 даже больше, чем в прошлом году. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. Но пока жители края решают, где провести лето, 9 краснокнижных кудрявых пеликанов сегодня уже отправились в дикую природу. Напомним, они провели зиму в Барнауле. Осенью прошлого года волонтеры и специалисты Краевого министерства природы спасли несколько особей, заблудившихся по пути на юг. О том, как они пережили зиму и как отнеслись к неожиданной свободе, в сюжете Ильи Кочеткова. Куды, испуганные, голодные. Такими они были в ноябре прошлого года. До сих пор неизвестно, как редкие кудрявые пеликаны оказались на замерзающем озере в Олейском районе. То ли по молодости заблудились по пути на юг, то ли их сдуло в сторону сильным ветром. К счастью, они, а затем еще несколько особей, нашли пристанище в клинике ветеринара Артема Кучера. И вот знаменательный день, пора на волю. Артем не скрывает гордости. Операцию по спасению можно считать завершенной. Причем содержали их в неволе, что называется, по науке. Мы старались так, чтобы ухаживал один человек, чтобы в природе они там не выпрашивали рыбу у рыбаков, либо там к отдыхающим кому-то не лезли, не воровали у них там со стола. Ну, природа возьмет свое, птицы все-таки они одичают и будет все нормально. Кстати, съели они за все это время больше четырех тонн рыбы. Спасибо добрым людям, которые эту рыбу бесплатно привозили. Перед погрузкой пеликанов окольцовывают. Так ученые намерены более точно знать пути миграции этих краснокнижных птиц. Но в последний момент одну из них отбраковывают. Оказывается, крылья так и не восстановились. Это подмороженное, да. Это подмороженное. Куда его теперь? Или зоопарк, или иностраусиное ранчо на ПМЖ. У остальных девяти впереди почти 400 километров непростого трясет местами немилосердно пути на запад. Наша цель – озеро Большое Кабанье в Бурлинском районе. Много лет назад здесь располагался андаторовый заказник. Но несколько лет назад здесь стали гнездиться пеликаны. И заказник переименовали в пеликаний. Экзотические пернатые не просто так облюбовали озеро Большое Кабанье. А как нам объяснили специалисты, это настоящий пеликаний рай. Здесь много тростника, где можно прятаться и делать гнезда. В самом же озере очень много рыбы. Она заходит сюда из системы Бурлинских озер на нерест. Посмотреть на новоселов приехали и журналисты, и орнитологи, и школьники-натуралисты из соседнего села. Но ошалевшие от шестичасовой тряски пеликаны боятся всего и вся, так что на волю выходят далеко не сразу. Егерь заказника обещает, пернатые здесь будут как дома. Главный враг краснокнижных видов – человек. Здесь им точно не угрожает. Заказник, территория закрыта, охота здесь не открывается. Ну есть, конечно, браконьерство, но не было вообще такого случая, чтобы пеликанов подстрелили. Специалисты уверены – птица быстро освоится и даже, скорее всего, составит семейные пары. И на следующее лето вернутся сюда уже самостоятельно с птенцами. Впрочем, если осенью кому-то из них снова понадобится помощь, волонтеры и просто любители дикой природы обещают – будут на готове. В Барнауле наградили самых успешных руководителей Алтайского края. Звание «Директор года» получили 30 человек. Это промышленники, аграрии, строители, врачи, риэлторы, банкиры и не только. Каждый из них – пример профессионализма и любви к своему делу. От этих людей зависит не только успех предприятия, но и будущее края. Так считают организаторы конкурса «Директор года». Первый раз он прошел в 2003 году при поддержке правительства региона и Союза промышленников Алтайского края. Многие участвуют в конкурсе ежегодно, каждый раз демонстрируя новые достижения. Аплодисменты первым победителям! Критерий оценки – это динамика по увеличению объемов производства по отношению к прошлому году, это рост заработной платы обязательно, средняя заработная плата в коллективе и увеличение оплаты налогов во все виды бюджетов. Всего в этом году в Оргкомитет поступило более 180 заявок от руководителей алтайских предприятий, но только 30 лучшим удалось получить почетное звание «Директор года». Как признаются участники, самой главной победой является победа над самим собой. Кстати, на конкурсе «Директор года» оценивали не только динамику производства и рост зарплат. Особое внимание эксперты уделили тем работодателям, которые оказывают благотворительную помощь. Сурик Маграбен третий год подряд становится победителем конкурса «Директор года». Руководитель живет в Третьяковском районе. Его предприятие продает и перевозит ГСМ, занимается сельским хозяйством, производит полипропиленовые мешки. В коллективе трудится 60 человек. Добивается успехов во всех своих начинаниях. Маграбян Сурик Рубенович! На краевом конкурсе отметили, что Сурик Маграбян достигает успехов во всех начинаниях. При этом руководитель успевает еще и заниматься благотворительностью. Мы всем помогали, церковь построили, и инвалидам помогаем, и потом школам, детсадам, районам помогаем. Чем можем, тем помогаем. Руководитель из Третьяковского района говорит, что звание «Директор года» не повод почивать на лаврах, а мотивация двигаться вперед, чтобы дальше оправдывать доверие коллег. Далее о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Все новости к этому часу. Звоните к нам в редакцию 722-440. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Кулакова